На прошлом семинаре мы обсудили, как с помощью Django Models спроектировать базу данных, как описать вашу модель данных с помощью классов на языке Python. И немного начали рассматривать API, который предоставляет Django Models, в частности, загрузка связанных объектов с помощью простого обращения к свойству, который является полем отношения между моделями. Сейчас давайте более подробно рассмотрим API, который предоставляется в Django Models, потому что большая часть кодового приложения на Django плотно взаимодействует именно с API моделей. Начнем с того, как создавать и изменять отдельные записи, отдельные объекты. Представим, что у нас какой-то код находится, допустим, в View, хотя это не очень рекомендованная практика, мы говорили про то, что во View много кода писать не нужно, ну, либо в каком-то другом месте. И мы хотим создать объект модели Post. Первое, что нам нужно сделать, это импортировать необходимые модели, с которыми мы будем работать из модуля Models. Создание объекта модели происходит естественным для языка Python образом, это просто создание объекта. То есть, модель это класс, соответственно, чтобы создать экземпляр модели, вы создаете новый объект. При этом в конструктор класса вы передаете значение всех необходимых вам полей. Например, можете создать категорию с заголовком Perl. В данный момент модель еще не находится в базе данных, это просто объект, который размещен в памяти Python. Если вызвать у модели метод Save, она будет сохранена в базу данных. В этот момент у модели появится свойство PK, Primary Key, либо CID. До момента сохранения этих свойств у модели не было. Итак, модель можно создать, просто создав экземпляр класса и вызвав Save. Либо есть альтернативный способ создать за одну строчку, использовать вот такую конструкцию. Мы видим, что здесь используется специальное свойство, так называемый Objects. Это свойство мы не описывали, когда проектировали модель. Это свойство генерируется в Django Models автоматически. Это называется Object Manager. Про него мы поговорим попозже. Важно, что у этого Object Manager есть метод Create, который позволяет создавать экземпляр модели. Созданная таким образом модель сразу помещается в базу данных, соответственно, у нее сразу есть первичный ключ. Изменения модели происходят также естественным для языка Python способом. Вы просто присваиваете новое значение полю. Например, выше мы создали категорию, назвали ее Python. Потом решили изменить название, назвали ее AboutPython. И опять вызывается метод Save. В данном случае метод Save выполняет операцию Update по обновлению данных в таблице. Итак, таким образом создаются, так скажем, простые модели, в которых нет связей. Ну, модели категории связи не было. То есть, это была просто запись в базе, состоящая из идентификатора и названия. А вот у модели Post у нее есть связи, у нее есть множество связей с разными таблицами. Каким образом создавать такие модели? Это зависит от того, могут ли связи быть пустыми. Если все связи помечены как Blank True, то есть они могут быть пустыми, то создание ничем не отличается. А если связи, допустим, не могут быть пустыми, например, у поста есть обязательная связь с категорией. В таком случае вам необходимо иметь какой-то объект категории заранее. Вот в этой строчке мы создаем новую категорию и сохраняем ее в базу. После этого переменная C содержит объект модели категория. Дальше. При создании поста мы создаем его точно так же, но указываем значение свойства категории. Причем, заметьте, мы, во-первых, указываем именно категория, то есть то свойство, которое у нас описано в модели, а во-вторых, мы передаем ей объект. То есть, когда мы оперируем с ORM, мы стараемся оперировать объектами, а не идентификаторами. После того, как мы создали экземпляр модели POST, вот она в переменной P, мы делаем сейв, и модель сохраняется в базу. Был вариант второй. Вот здесь мы указываем категорию, то есть мы устанавливаем категорию, имея ссылку на, ну, имея сам объект категории. Можно было вместо категории указать ее идентификатор. Тогда следовало написать категории ID равняется трем, скажем. Такой вариант тоже бы сработал. Как дело обстоит со связями многие ко многим? Для связи многие ко многим вам нужно иметь массив объектов, даже если это массив из одного элемента. Вот здесь мы POST присваиваем в перемен, в свойства текст присваиваем список, состоящий из трех тегов. Вот эта конструкция выбирает три тега, скажем, три первых тега из базы данных. То есть мы присваиваем сразу целый массив, после чего сохраняем. В результате сама модель, сама таблица POST, запись таблицы POST не изменится, но в промежуточной таблице появятся три новые строчки. Мы говорили, что PTEX, вот это усвойство, оно является объектом специального вида Related Manager. Этот Related Manager поддерживает разные методы, помимо того, что можно получить связанные объекты, можно, например, добавить. Например, вызвав метод added можно добавить один тег к списку, связанных с POST. В любом случае потом POST нужно сохранить. То есть создание объектов с какими-то связями, оно, в принципе, не сильно отличается от создания объектов без связи, только нужно учитывать, что мы либо указываем поле и передаем объект, связанный, либо нужно указывать поле из базы данных и тогда передавать идентификатор. Перейдем к следующему шагу, посмотрим, как получить объект из базы данных. При получении объекта необходимо обратиться к его Object Manager. Смотрите, допустим, мы хотим загрузить объект модели POST. В таком случае у POST.Objects, а это менеджер, связанный, Model Manager, извиняюсь, не Object Manager, а Model Manager, Model Manager, связанный с моделью POST, мы вызываем метод GET. В метод GET мы передаем условия, по которым фильтруем. В принципе, сюда можно передавать любые условия. В данном случае мы загружаем объект по первичному ключу, то есть по идентификатору. В результате мы получим экземпляр модели POST, требуемый объект. Что может произойти при таком запросе? Ну, помимо технических ошибок с соединением с базой, самое очевидное, что может произойти, поста с таким идентификатором может не оказаться. В таком случае будет выброшено исключение DOES NOT EXIST. Мы можем перехватить это исключение с помощью инструкции EXCEPT, конструкции EXCEPT в языке Python, и как-то обработать. Причем заметьте, что это исключение – это не какой-то глобальный класс, как вот в Python есть, например, value, error, такой тип. Это исключение, оно находится внутри класса POST. То есть у каждой модели создается свой собственный класс исключения DOES NOT EXIST. Таким образом мы можем точно знать, какая модель не найдена, когда у нас возникло это исключение. Мы можем перехватывать отдельно эти исключения. Вот таким образом делается загрузка по первичному ключу. Как я говорил, можно указывать и другие условия, например, загрузка по имени. Ну, по другому полю. Какая здесь может быть ситуация? Здесь ситуация может заключаться в том, что по данному условию из базы выбрано более одного объекта. Метод GET, он все-таки, он предназначен для загрузки ровно одного объекта. Если по условию name равняется Python, неожиданно появятся два объекта, будет брошено специальное исключение. Multiple objects returned. Соответственно, вы можете обработать, что-то сделать. Вообще эта ситуация нетипичная. То есть когда вы загружаете что-то с помощью метода GET, вы должны либо использовать первичный ключ, либо какое-то поле, по которому есть уникальный индекс. То есть по полю name желательно иметь уникальный индекс. Но, в принципе, эта ситуация остается на усмотрение программиста. Как поступить, когда мы хотим выбрать несколько объектов из базы? В этом случае мы также используем Model Manager. То есть мы хотим выбрать несколько постов. Мы используем Model Manager, PostObjects. И у этого Model Manager необходимо вызывать методы, которые покажут, каким образом фильтровать таблицу. То есть, ну давайте начнем с примера. Первая строчка – метод all. Говорит, что фильтровать не нужно, нужно выбрать все посты. У Model Manager есть метод all. Каким образом ограничить выдачу? То есть мы хотим выбрать не все посты, а только первых 10. Результат вызова all представляет собой так называемый объект querySet. Мы поговорим о нем позже. То есть, когда мы вызываем all, никакого запроса еще не происходит на самом деле. Мы получаем querySet. Этот объект, он поддерживает slicing. То есть, в нем есть специальные методы, так, чтобы Python мог индексировать данный объект. В частности, если мы используем вот такой slice, то есть возьмем первые три элемента, произойдет запрос в базу, и нам вернутся первые три элемента данного запроса. Окей, это была выборка без фильтрации. Допустим, мы хотим выбрать все посты, которые соответствуют данной категории. В таком случае мы сначала загружаем категорию, известным нам уже образом, а далее пытаемся загрузить посты, но вместо метода all мы вызываем метод filter. Метод filter говорит о том, что выборку нужно отфильтровать по указанному условию. Условие такое, что поле категории соответствует данной категории. Причем, заметьте, мы здесь пишем выражение в терминах объектов. При запросе в базу, конечно, это будет переведено категория id равняется c id. Вот в такую формулировку. То есть при запросе в базу, там будет поставлен, естественно, идентификатор объекта. Но мы, тем не менее, вызываем метод filter с указанием самого объекта. Мы получаем PythonPost. PythonPost, как я уже говорил, это querySet. QuerySet это еще не выполненный запрос. Мы можем его фильтровать разными способами. Вот давайте рассмотрим следующий пример, он более сложный. Мы фильтруем по наличию в заголовке title слово CSS. Мы видим, что условия на фильтрацию оформлены довольно странным образом. Мы указали наше поле через двойное подчеркивание способа фильтрации. В Django это именно так. То есть, если мы указываем поле равно, то это фильтрация по точному совпадению. Если мы указываем какой-то суффикс, это позволяет нам использовать разные операторы SQL. Например, поиск по содержимому. Мы в результате фильтрации получаем объект querySet. У querySet мы вызываем другой метод orderBy. OrderBy позволяет сделать сортировку в данном запросе. Но запроса опять-таки не происходит. И в конце концов мы делаем slicing. То есть, получаем конкретно 10 элементов, происходит запрос. Вот так загружается несколько объектов из базы. То есть, фактически здесь речь идет про то, как составить оператор select. То есть, в языке SQL это оператор select. А в Django Models, если мы говорим про Django Models, это вызовы Model Manager для данной модели. Итак, для загрузки нескольких объектов из базы данных, то есть для осуществления выборки, запроса, используются специальные объекты, так называемые querySets. Использование этих объектов, оно практически встречается в обработке каждого запроса, поэтому давайте посмотрим, какое IP они предоставляют и в чем их особенность. Итак, querySet объект, который представляет собой некоторый запрос к базе данных. Можно сказать иначе, что querySet представляет собой множество объектов. То есть, если экземпляр модели это один объект, то querySet это некоторое множество, которое можно уточнять, либо делать с ним всякие массовые операции. Важно понимать, что querySet являются ленивыми объектами. Что это значит? Это значит, что непосредственно запрос в базу данных строится постепенно, а выполняется только в тот момент, когда понадобятся данные. В случае с querySet запрос в базу данных выполняется при индексации querySet, то есть, когда вы используете оператор в питоне индексации, слайсинг, рядом с объектом querySet, то есть у вас есть некоторый объект querySet, и вы используете индексацию. Происходит запрос в базе данных. Либо когда вы вызываете метод, который должен вернуть непосредственно данные. До этих пор querySet представляет исключительно собой структуру в памяти Python. Поэтому querySet можно хранить в переменных, сколько угодно долго, можно преобразовывать один в другой, запрос при этом не происходит. Давайте посмотрим на примере. Что такое, какие есть методы и как обычно используют querySet. В querySet есть два вида методов, которые поддерживают так называемый чейнинг, то есть цепочки вызовов, и те, которые возвращают значения. Чейнинг – это, так скажем, ну, можно сказать, подход, либо паттерн в программировании, когда вызов метода у объекта возвращает объект того же самого класса, только немного измененный. Начнем с того, что у нас есть некоторая модель post. У этой модели есть свойство objects. Это свойство генерируется библиотекой Django Models. Свойство objects представляет собой объект класса ModelManager. ModelManager – это некоторая надстройка над querySet, но фактически можно считать, что ModelManager предоставляет все те же самые методы, что и querySet в большинстве своем. Если у ModelManager вызвать какой-нибудь метод из списка чейнинг методов, вы уже получите настоящий querySet. Например, вот у нас тут еще во второй строчке переменная post еще является ModelManager. Мы у него вызываем метод filter. Как мы помним, метод filter добавляет условие where к запросу, то есть он уточняет запрос, выделяет некоторое подмножество объектов. Здесь указывается значение, по которому производится фильтрация. Про значение мы поговорим чуть позже. В результате, результат вызова метода filter – это объект querySet. Если вы у этого объекта вызовете фильтр еще раз, у вас условия сложатся вместе. То есть если вы вызываете фильтр два раза, у вас получается логическое и между условиями. Условия 1 и условия 2. То есть в языке SQL это операция end. Важно то, что при вызове чейнинг методов вы получаете заново объект querySet. Запросов в базу при этом не происходят. То есть смотрите, вы можете вызывать методы несколько раз подряд. Вот здесь происходит, вызываете. И у вас по-прежнему остается querySet. И наконец, когда вы делаете операцию индексирования, slicing, происходит непосредственный запрос к базе. Поскольку у вас указано 0.10, это эквивалентно оператору limit, в SQL, у вас будет выполнен запрос с ограничением в 10 записей. То есть запрос выполняется только в последней строчке. Зачем может понадобиться чейнинг? То есть в чем плюс такого подхода? Плюс подхода в том, что вы можете сохранять подготовленные querySet в каких-то переменах. Например, вы можете определить querySet, в который попадают только те записи, которые видны пользователю. То есть, скажем, в таблице есть множество записей, но некоторые из них не опубликованы. А некоторые опубликованы и видны пользователю. Вы можете подготовить querySet, например, назвать его published. Поблицем будет вот так. Post, objects, filter. Ну, будем считать, что поле published называется у нас pub. Вот, переменная published у нас querySet. Ясно, что пользователь на сайте может смотреть посты по разным принципам. Например, по определенной категории, либо по определенному тегу, либо по чему-то другому. Например, запрос по категории. У нас есть готовый querySet published. Мы к нему применяем метод filter. Категория равняется C. Смотрите, мы получаем новый querySet, то есть старый querySet в результате чейнинга не меняется. При чейнинг-вызовах каждый раз возвращается новый querySet, более сложный, чем предыдущий. В чем плюс? В том, что во втором querySet нам не нужно указывать первые условия. То есть первые условия, оно у нас как бы наследуется при чейнинге. Это позволяет избежать копирования условий. Допустим, у пользователя есть 10 разных выборок постов на сайте. Условия публикации вполне может быть сложным. То есть это может быть один флажок, проверка какой-то даты, еще чего-то. Чтобы постоянно не копировать вот этот код, создается один раз querySet для пользователя, сохраняется в какую-то переменную, либо в виде функции оформляется. И все остальные querySet, которые строятся для пользователя, они используются уже на основе вот этого подготовленного. Это позволяет, основное назначение querySet, это то, что позволяет не дублировать условия. Итак, теперь давайте посмотрим, какие есть методы. Методы в querySet можно условно разделить на чейнинг и на методы, возвращающие значения. Чейнинг методы возвращают новый объект querySet, никакого запроса не выполняют. Итак, первый метод, который используются очень часто, это фильтр. И парный с ним метод exclude. Метод фильтр аналогичен условию where. Про построение условий мы поговорим чуть позже. Метод exclude аналогичен фильтру, но с предшествующим условием not. То есть, это условие добавляется с отрицанием. Метод orderBy добавляет сортировку. Сортировать можно по одному или нескольким полям. В метод orderBy передается либо название поля, например, вот такой может быть, dt.pub. Это означает сортировать по дате публикации. Либо в начале можно указать знак минус, то есть по-прежнему строчка, но со знаком минус. Это означает сортировать в обратном порядке по убыванию. Итак, дальше. Метод annotate. Метод annotate, это довольно хитрый метод, позволяет добавить агрегацию. То есть, вы можете делать запрос по постам и одновременно считать количество тегов, которые есть в данном посте. Надо сказать, что этот метод, он на практике в веб-приложении, запросы с join'ами между разными таблицами и с агрегацией, это довольно трудоемкие запросы, поэтому такие запросы делать не рекомендуется. Вот зато метод values, наоборот, очень полезен для оптимизации производительности. Дело в том, что когда filters возвращает объекты, когда query set в результате осуществляет запросы, возвращает объекты, он возвращает экземпляры моделей. То есть, экземпляры класса пост в нашем случае. Создание модели в Django довольно хитрый процесс, то есть, это как минимум конструкция объекта класса, плюс отрабатывает всякая дополнительная логика по преобразованию значений в объекты, например, даты преобразуются в специальные объекты. В некоторых случаях нужно выбрать просто данные, причем часто нужно выбрать не все колонки, а какие-то 2-3. Если вам нужно выбрать всего 2-3 колонки, вы можете указать в методе values, и вы получите query set, который возвращает сырые данные. То есть, не объекты модели, а сырые данные. Это бывает полезно для оптимизации производительности запросов. Distinct аналогичен SQL конструкции Distinct, указывает на то, что нужно выбирать только различающиеся записи. Это бывает актуально, когда вы выбираете не все колонки, либо в выборку не входит публичный ключ, ну, первичный ключ. То есть, при выборке без первичного ключа Distinct может быть вполне актуален. Методы SelectRelated и PrefetchRelated. Про эти методы следует поговорить отдельно. Каким образом производится выборка связанных объектов? Представьте, что мы загружаем страницу, на которой отображается 10 постов. У каждого из постов есть по 2-3 связанных тега. Типичная операция. Загружаются сначала посты, потом в цикле, например, в шаблонизаторе в цикле, либо в коде Python в цикле проходятся по этим постам, и у каждого поста вызывается метод сгенерированный. Мы говорили метод tags. Свойство tags, у него метод all. Вот этот вызов вернет все теги для данного поста. В результате у нас будет 10 запросов к таблице с тегами. Делать 10 запросов – это неэффективно с точки зрения производительности. Поэтому в джанге есть специальные методы select-related и prefetch-related. Эти методы позволяют выбрать данные из основной таблицы, в нашем случае из постов, и дополнительно с ними выбрать данные из связанных таблиц. В нашем случае это категории, либо теги. Разница в том, что один из них, select-related, это делает за один запрос, то есть с операцией join. Prefetch-related это делает за два запроса и объединяет данные внутри языка Python, то есть уже в Python объединяет данные. Итак, это список чейнинг-методов, то есть методы, которые возвращают новый объект к куэрисет. Также есть в куэрисет методы, которые возвращают результат. Например, метод create, он вообще не относится к выборке, он создает новый объект. Метод update для всех объектов, которые относятся к данному куэрисету, производится обновление. То есть работает следующим образом. Сначала формируется куэрисет, в котором указаны все условия, то есть условия where, фильтрация объектов. Потом взывается метод update. Метод update обновляет несколько объектов сразу. То есть мы говорили, как обновить один объект. Это делается с помощью изменения его свойств и вызова метода save у модели. С помощью метода update в куэрисете можно обновить несколько объектов сразу. Аналогично delete. Удаление пачки объектов из базы. Get or create. Это шоткат, который пытается получить объект из базы данных. Если его нет, он создает новый. Настолько важный метод, что даже два раза его указали. Метод count. Метод count возвращает количество записей. То есть вместо того, чтобы вернуть все записи, которые есть, count в соответствии с оператором count звездочка возвращает их количество. Соответственно, это возвращается не объект куэрисет, а число. То есть все указанные методы у куэрисетов они специфичны тем, что возвращается сразу некоторый результат. То есть все эти методы приводят непосредственно к запросу в базу данных. Обсудим синтаксис условий, которые используются в методах filter и exclude. Собственно говоря, эти условия позволяют вам строить аналоги SQL-конструкции where. То есть с помощью условий вы можете каким-то образом уточнять выборки. Синтаксис следующий. Во-первых, в методах filter и exclude вы можете просто указать точное значение поля. Выглядит это вот так. Если у вас есть какой-то куэрисет, вы вызываете у него метод filter и, например, передаете точное значение поля pk, первичный ключ, либо id. Давайте уж для точности будем здесь указывать какие-нибудь реально существующие поля. Не алился к ним. id равняется 3. Почему вообще так можно писать? Ну, с точки зрения Python это просто вызов функции filter с передачей аргументов по имени. Внутри этой функции они складываются, все именованные аргументы складываются в отдельный словарь. Почему их можно извлечь? Почему их можно проверить? То есть функция filter, она заранее не знает, как у нее аргументы будут называться. Она использует передачу по имени. Если передать просто какое-то имя поля в таблице и указать ее значение, это будет выборка по точному совпадению. То есть это аналог условия в SQL field равняется value. Ну, фактически один к одному. Что делать, если нам нужно какую-то другую операцию? Не сравнение не по равенству, а что-то иное. В этом случае Django предлагает специальный синтаксис, который заключается в том, что к имени поля дописывается некоторый суффикс. Например, суффикс contains. Суффикс contains изменяет условие, которое будет сгенерировано. Если из первого условия будет получено field равняется value в базе данных, то из второго получится условие field-like value. То есть вместо совпадения по равенству происходит совпадение с помощью оператора like. Мы видим, что для этого используется суффикс. То есть передается не имя поля, а имя поля плюс какой-то суффикс. Таких суффиксов довольно много. Можно посмотреть полный список документации. Ну, что наиболее часто используется? Из null. Проверка на 0. То есть вы передаете field is null равняется true, либо field is null равняется false в языке Python. А в SQL это будет конструкция field is null, либо field is not null. То есть проверка на null. Суффикс gt больше. Great than. В этом случае построится условие вот такое. Field больше, чем value. LTE меньше, чем. Меньше, чем или равно. Будет вот такое SQL условие. В общем-то с помощью такого рода суффиксов можно строить довольно сложные запросы к одной таблице. В некоторых ситуациях нужно сделать запрос к связанной таблице. То есть мы выбираем, скажем, посты, но условия накладываем на категории, связанные с постами. Каким образом это делается? Это делается с помощью имен отношений. То есть, допустим, у нас в нашей модели есть какое-то отношение, внешний кливоч, либо one-to-one field. Тогда указывается имя этого отношения. После чего значение поля уже в таблице с отношениями. И потом значение. Давайте посмотрим на примере. Вот у нас есть посты, список постов в блоге. И каждый пост через foreign key связан с категорией. Причем свойство в модели называется категория. Что будет, если мы отфильтруем посты с вот таким условием? Во-первых, произойдет join. То есть мы видим, что идет ссылка на модель категории, поэтому в SQL необходимо сделать join двух таблиц. Выбираться при этом будут только данные из постов. Данные из категории выбираться не будут. Они будут использоваться для фильтрации. Дальше мы указываем поле title. Поле title – это поле в таблице категории. Мы указываем суффикс, который означает режим поиска. В данном случае это будет оператор like. И некоторое значение. То есть такая строчка заставит Django Models построить примерно следующий запрос. Выбрать из таблицы постов, объединяя, то есть делая join с таблицей категорий по внешнему ключу. И с фильтрацией по условию, где title категории, то есть название категории, like, perl. Таким образом, с помощью синтаксиса двойного подчеркивания вы можете строить сложные условия к вашим таблицам. Такой синтаксис вносит одно ограничение. Названия полей и таблиц не могут содержать двойного подчеркивания. Потому что иначе будет невозможно отличить простое обращение к полю от добавления специального суффикса. Так, querySet объекта представляют собой некоторые запросы к базе данных. Но, как мы видели, чтобы создать некоторые querySet, мы обращаемся к специальному полю в модели. Posts.Objects. Что это такое? Это поле является экземпляром так называемого Model Manager. Давайте поговорим про такие классы в Django Model. Зачем они нужны? Model Manager – это специальный промежуточный класс. Для каждой модели создается свой объект Model Manager. То есть для каждого класса модели создается свой объект Model Manager. И в Model Manager содержатся методы для работы с группой объектов. То есть если те методы, которые вы описываете в самой модели, они для работы с одним объектом, то в Model Manager помещаются методы для работы с набором объектов. В Django есть Model Manager по умолчанию. Все его методы, ну практически все, совпадают с querySet. То есть никакого дополнительного функционала он особо не несет. И нужен в основном для того, чтобы создавать объекты querySet, связанные с конкретной моделью. Ну, методы он фактически, можно сказать, что он наследует от querySet. Механизм немножко другой, но они совпадают методы. Вот как выглядит использование Model Manager по умолчанию. Мы описываем класс модели. Никаких дополнительных записей не делаем. Тем не менее, у этого класса создается свойство Objects. Вот свойство Objects у класса модели – это экземпляр Model Manager. Соответственно, у Model Manager можно вызывать фактически все те же самые методы, что и у querySet. И, в общем-то, он и создает объект querySet. Дело в том, что у класса querySet есть специальное поле для указания того, из какой таблицы идет выборка. Вот когда querySet создается с помощью Model Manager, это поле проставляется в таблицу, соответствующую текущей модели. Еще раз повторю другими словами. Когда вы создаете querySet с использованием Model Manager некоторые модели, этот querySet будет соответствовать данной модели, то есть будет проводить выборку из ее таблицы. Итого, точка Objects – это объект Model Manager, а любой вызов, который вы делаете, например, точка all, либо точка filter, order by, фактически вам вернет уже querySet для работы с данной таблицей. Это Model Manager по умолчанию. Но, помимо того, что есть Model Manager по умолчанию, хорошей и правильной практикой является создание своих Model Manager. Как правило, для каждого класса модели имеет смысл создать, ну, за исключением самых простых моделей, имеет смысл создать свой класс Model Manager. Как это делается? Создается новый класс. Этот класс наследуется от models.manager. И при описании модели, вот описывается модель, вы указываете новое поле Objects и приравниваете его к экземпляру своего Model Manager. В данном случае вы создаете экземпляр у Post Manager. Имя, с которым вы запишите его в класс модели, оно, в принципе, ничем не ограничено. То есть вы можете записать как Objects, тогда вы будете обращаться к его методам как Post.Objects, либо можете записать его под другим именем. Например, в классе модели написать Custom равняется там PostManager. Тогда вы будете обращаться к Model Manager как Post.Custom. В чем смысл своих Model Manager? Смысл в том, что в своих в Custom Model Manager можно описать дополнительные методы для работы с набором объектов. Например, у вас есть сложные какие-то выборки из таблицы с постами. Вы можете этим выборкам дать имя. Например, выборка «Лучшие посты». То есть, в принципе, вы могли бы вот это условие написать там, где вы хотите его выбрать. Но таким образом у вас теряется понятие лучшего поста. Когда вы формулируете это в виде метода в Model Manager, у вас появляется концепция лучших постов в вашей модели данных. И вы можете этот метод использовать в разных частях кода без дублирования. Вот каким образом, например, вызвать BestPosts? Ну, это делается так. «Пост.objects.best.posts». Помимо выборок, то есть BestPosts и Published – это фактически куэрисеты, которые вы оформили. И сохранили в виде методов в своем Model Manager. Помимо таких выборок, вы можете создавать методы, которые создают данные. Например, метод «CreateDraft». В отличие от стандартного метода «Create», который создает новый пост, этот метод создает так называемый черновик. Ну, если у вас есть понятие черновика в вашей модели данных, он создает пост, но при этом у него ставят специальный флажок «Draft», например. Либо, возможно, там уставляет какие-то таймстемпы, либо делает что-то еще. Использование у своих Model Manager – это очень хорошая практика. Это позволяет помещать весь код внутрь модели. Это важно. Помимо того, что мы сейчас рассмотрели, это обычные менеджеры, которые соответствуют основной модели. Когда в модели создается связь многие ко многим, то есть, many-to-many field, создается новый объект менеджер. Только в данном случае это не Model Manager, а Related Manager. Этот менеджер, в принципе, он также расширяет функционал QuerySet, но только запросы строятся не просто к данной таблице, а все запросы, которые будут построены с использованием этого менеджера, они будут с включенным условием на данный объект. Сейчас объясню. Допустим, у нас есть такая модель, в ней есть связь многие ко многим, поле many-to-many. Мы получаем экземпляр записи, экземпляр поста. И далее свойство Text, это будет объект Related Manager. У этого поля вы можете выбирать, вызывать методы, которые можно вызывать у QuerySet. Например, метод Count. То есть вы можете написать P1.Tags.Count. Фактически этот метод посчитает количество тегов, но поскольку это не обычный Model Manager, а Related Manager, он посчитает количество тегов, связанных с конкретным объектом Post. То есть условие, то, что тег должен быть связан с конкретным объектом Post, оно подставляется автоматически. Кроме того, в Related Manager существуют некоторые дополнительные методы для изменения набора данных, связанных. Например, метод Create, он в Related Manager будет создавать новый тег, но этот новый тег будет уже связан с текущим постом. Метод Add будет добавлять существующий тег к данному посту. То есть фактически мы говорили, что связь делается many-to-many через промежуточную таблицу. Соответственно, метод Add будет добавлять запись в промежуточную таблицу. Метод Remove удаляет некоторый существующий тег из списка тегов в данном посте, а метод Clear полностью очищает список тегов у данного поста. Такой функционал Related Manager. Итак, мы завершаем обсуждение подсистемы Django Model Managers, то есть библиотеки доступа к данным, ORM. И нам осталось поговорить про одну важную вещь и немножко Best Practice. Одна важная вещь – это миграция. Что такое миграция? Миграция – это процесс изменения структуры базы, либо структуры моделей. Дело в том, что приложения, веб-приложения, они, как правило, существуют долго и развиваются. То есть вы тратите некоторое время на разработку, деплоите приложение, оно работает, а потом появляются дополнительные требования со стороны заказчика, либо вы хотите сделать новую версию, добавить функционал, но вы не можете просто так изменить ваши модели. Тогда разойдется структура моделей и таблиц в базе данных, и все перестанет работать. То есть при каждом изменении моделей, если ваше приложение уже запущенное работает в продакшене, вам нужно производить соответствующие изменения в базе данных. Для этого используется механизм миграции. Существуют разные подходы к решению этой проблемы. В Django, начиная с версии 1.7, есть встроенная система миграций. До 1.7 можно использовать отдельные специальные библиотеки, например, есть такая библиотека South. Но мы будем рассматривать стандартные миграции. В Django миграции представляют из себя отдельные файлы. Внутри каждого файла находится класс миграции. В Django миграции описывают не структуру таблиц, а структуру моделей, причем они версионируются. Таким образом, Django может автоматически отслеживать разницу между вашими моделями и теми моделями, которые сейчас описаны в коде, и теми моделями, которые реконструированы по всем миграциям. Миграции в Django разделены по приложениям. Если у вас есть директория с приложением, и в ней есть директория Migrations с вот таким именем, считается, что данное приложение работает с поддержкой Django миграции. Если этой директории нет, значит, приложение старое, и Django миграция не поддерживает. Итак, в чем плюс Django миграции? В том, что они автоматические. Есть две команды, которые следует знать. Это MakeMigrations, ну, вызывается, естественно, через ManagePay, и Migrate. Что делает команда MakeMigrations? Команда MakeMigrations, с одной стороны, она загружает ваши модели, текущие модели в память. То есть модели, мы знаем, это просто Python классы, они загружаются в память. С другой стороны, она берет первоначальную точку отчета и применяет последовательно все миграции. Таким образом, применив все миграции в памяти, она получает, как бы, те модели, которые были на предыдущем шаге. Затем, сравнивая те модели, которые есть у вас в коде, и те, которые были построены по всем миграциям, Django генерирует новую миграцию, которая, собственно говоря, проводит соответствующие изменения. Соответственно, когда вы делаете MakeMigrations, Django дописывает файлы, вот в эту директорию, то есть появляются новые миграции. В большинстве случаев эта команда отрабатывает без каких-либо вопросов, создаются новые файлы. Следующая команда, ManageP Migrate. Данная команда применяет миграции, которые не были еще применены к базе данных. В базе хранится список примененных миграций, поэтому те, которые не были применены, они применяются, и структура базы соответственным образом меняется. Когда вы, например, устанавливаете какое-то новое приложение с поддержкой миграции, вы вместо SyncDB можете запустить Migrate. И еще важнее, когда вы обновляете существующее приложение, и в нем появились новые модели, вам нужно запустить Migrate. В чем плюсы и минусы? Плюсы, ну, во-первых, это легко и удобно. То есть, Make Migrations, потом Migrate. Плюс поддержка разных баз данных. То есть, если вы делаете приложение для open source, и предполагаете, что вы его будете кому-то отдавать, Django приложение, то вам нужно побеспокоиться, чтобы оно работало на всевозможных базах данных. Миграция это обеспечивает, это уровень абстракции. В классе Migration есть две операции. Прямая миграция и обратная. То есть, в принципе, миграция обеспечивает вам версионирование. Вы можете накатить эти миграции, а потом частично их откатить. Тут нужно помнить про потерю данных. То есть, если у вас добавилось какое-то поле в таблице, в него помещались какие-то данные, а потом вы откатываете миграцию, это поле удалится. Данные потеряются. То есть, это такая операция не идеальна. У миграций есть одна проблема. Когда речь идет про какой-то хитрый, либо достаточно большой проект, миграции могут быть неудобны, либо недостаточно выразительны. То есть, на практике вместе с изменениями в базе может потребоваться сделать какие-то сложные манипуляции. С миграциями не всегда это получается сделать. Поэтому иногда удобнее использовать свои миграции, не встроенные, а свои. Для того, чтобы использовать свои миграции, вам нужно гарантировать, что в ваших приложениях нету директории Migrations. Свои миграции оформляются просто в виде отдельных скриптов. Это уже не относится к фреймворку Django, это просто такая практика разработки. Например, если у вас есть проект, вы можете создать в нем отдельную директорию Migration и туда складывать скрипты. Вот пример, как выглядит один из таких скриптов. В начале скрипта импортируется базовая функция Setup Environment из Django. Это для того, чтобы поднять инфраструктуру Django окружения. И импортируется модуль Settings, в котором находятся ваши настройки. Запускается Setup Environment, который полностью настраивает окружение Django, делает необходимые соединения с базой данных, кэшами и тому подобное. После этой строчки вы можете использовать все функции Django. Как-то, например, получить соединение, получить курсор и выполнить некоторый запрос. Здесь у нас есть довольно большой служебный код в самом начале. Именно по этой причине для всех прочих случаев рекомендуется использовать менеджмент команды для написания таких скриптов. Для миграции в этом нет проблемы, в этом дополнительном коде, потому что миграции чаще всего просто копируют одна из другой. Никаких проблем особых не возникает. В чем недостаток таких миграций? Плюс в том, что они гибкие и позволяют делать именно все, что вы захотите. Минус в том, что они завязаны на определенную базу данных, поскольку вы пишете сырой SQL, и у них нет обратных миграций. Но на практике обратные миграции нужны крайне редко. По поводу именования миграции, файлов миграции, хорошая практика является начинать имя файла миграции с даты. Таким образом, вы гарантируете, что у вас не будет пересечения. То есть, очень маловероятно, что вы создадите две миграции с одинаковым именем в один день. Во-вторых, что тоже важно, у вас появится возможность отслеживать, какие миграции уже были применены, какие нет. То есть, важно, полезно упорядочивать миграции. Ну и желательно писать какое-то описание того, что эта миграция делает, тоже в имени файла. Вот это вполне рабочая схема для использования своих миграций. Итак, в завершении обсуждения Django моделей, хотелось бы еще раз вернуться к одной важной вещи, к best practice разработки. Есть один, так называемый, антипаттерн. Антипаттерн – это плохая практика разработки, плохой пример. Антипаттерн называется FAT-контроллер. То есть, мы обсуждали модель МВЦ, сказали, что там есть контроллер. И мы говорили, что ответственность контроллера заключается в том, чтобы работать с протоколом HTTP. То есть, все, что специфично для протокола HTTP, должно быть вынесено в контроллер. А в остальном контроллер занимается только вызовом методов моделей и представления. То есть, контроллер – это место, где идет связка уже существующей логики. Типичная проблема, когда в контроллере пишется логика. Вот этот подход называется, ну, этот антипаттерн называется FAT-контроллер, когда вся бизнес-логика приложения пишется в контроллерах. Ну, в случае с джангой, во вьюшках. Это решение очень популярно среди новичков, просто потому, что так удобнее программировать. То есть, есть проблема, ее решаем прямо в том месте, где кажется наиболее простым. Минус в том, что этот код невозможно повторно использовать. То есть, если вы написали какую-то логику по осуществлению действий, покупка товара в одной вьюшке, то есть в одном контроллере, вы уже не сможете запустить эту логику, скажем, из утилиты командной строки. Либо запустить ее через какую-то API. Поэтому всю бизнес-логику нужно размещать в моделях. Если действие связано с одним объектом, его лучше оформить в виде метода конкретной модели. Если действие связано с набором объектов, его стоит оформить в виде метода Model Manager. Если действие представляет собой какой-то процесс, который вовлекает множество разных моделей, и вы не можете сказать, с чем это связано. В таких случаях принято создавать классы Helper. То есть, создается отдельный класс, либо модуль, здесь не так важно, в котором полностью описывается вот этот процесс. Важно, что этот класс, либо мета, либо функция, либо модуль, никак не связано с протоколом HTTP. То есть, там не используется request-response, там не используется переменное окружение, связанное с HTTP. Там идет операция чисто с данными. В таком случае, этот код вы сможете повторно использовать из другой вьюшки. Вот это принципиально, и крайне желательно этому следовать при проектировании ваших приложений. Эта практика не стопроцентная, нужно понимать. В некоторых случаях очевидно, что код, который вы пишете, он является, так скажем, временным и не имеет отношения к бизнес-модели. То есть, каждый раз, когда вы реализуете какие-то требования, нужно понимать, что к бизнес-логике не имеет отношения к модели данных. Каждый раз, когда вы пишете, реализуете какое-то требование, нужно понимать, что это требование, оно расширяет основную бизнес-логику, либо это просто временное требование, и желательно его не помещать в основную бизнес-логику. Это приходится такие вопросы решать интуитивно. Ну, в общем и целом, рекомендация в том, чтобы размещать код, как можно больше кода в моделях и в хелперах, и меньше кода во вьюшках. Это обеспечит возможность повторного использования вашего кода.